Решить проблемы предпринимателей и поддержать динамику развития казахстанского бизнеса. Такие задачи поставил Алихан Смаилов. Премьер-министр указал на обширный потенциал развития, однако при этом необходимо устранять лишние барьеры и требования к бизнесу. О чем говорили сами предприниматели на встрече со Смаиловым и как намерены решать проблемы, расскажет наш корреспондент. Такие встречи позволяют нам друг друга слышать и решать проблемы. В целом, по предпринимательству хорошая динамика, отметил Смаилов. По прошлому году у нас достаточно высокий темп роста. Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Лутауская, Абайская области имеют огромный потенциал для развития предпринимательства и среднего бизнеса в частности. За последние три года в ваших областях мерами господдержки охвачено более 17 тысяч проектов. Просубсидировано ставок вознаграждений более 10 тысяч проектов на общую сумму кредитов в 411 миллиардов тенге. Государственные гарантии предоставлены более 5 тысячам проектам на общую сумму кредитов в 119 миллиардов тенге. Для более полутора тысяч заемщиков поддержано льготное финансирование на 84 миллиарда тенге в четырех регионах. Сокращаются избыточные требования для бизнеса. И с Нового года все проверки будут проводиться только на автоматизированной системе оценки риска. Тут собрались представители разных сфер, например, гостиничного бизнеса. Проблемы все решаемые, но решаемые за счет не только частного предпринимательства, но и решаемые за счет местного органа и также правительства. Основная наша проблема – уменьшение водоохранной полосы до 35 метров, чтобы на этой территории могли развиваться, строиться объекты инфраструктуры. Рестораны, кафе, различные места для анимации, для игр детей, капитального строения. Есть конкретная цель – Казахстан должен войти в 50-ку стран по развитости туризма. Главное – решить внутренние проблемы, и тогда все будет на уровне. Мы, как представители бизнеса, естественно, готовы взять под козырек и работать над этим, и сейчас этим занимаемся. Но мы говорим о том, что без поддержки государства это невозможно сделать, потому что чаще всего весь сервис спотыкается о проблемах с инфраструктурой, с отсутствием электричества, с отсутствием воды, центральных коммуникаций и с проблемой транспортной доступности. Я, как представитель бизнеса, получила подтверждение того, что государство нас слышит, что мы не одни со своими проблемами. Ну и, разумеется, каждая озвученная проблема и вопросы будут услышаны и решаться по мере возможности. Я думаю, что после решения данных вопросов, допустим, в области УТАУ, будет реализовано ряд инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в сельхознаправлении, в аграрке. И основной вопрос, который я выносила, это именно по реализации проекта, как овощехранилище в начале 2023 года, который сегодня очень необходим для региона. У казахстанских предприятий есть возможность нарастить поставки продукции, обрабатывающей промышленности, на внутренний рынок более чем на 46 миллиардов долларов. В частности, есть большой спрос на товары нефтегазового машиностроения, стройматериалы, одежду, обувь, удобрения и так далее. Об этом и не только сказал премьер. Гульнар Умарова, Ахмедияр Ильясов, ТДК-42.